Я бежал вверх на то, что тем не влезёт не на меня Надо мной летать кроме ветера, он такой же, как и я И хочется просто опять и дышать, и мне другого не нужно Такой, как и есть, и меня не сломать, и всё пока нужно Виктория, поздравляем с обедой Расскажите, чем был обусловлен выбор песни? Ну, потому что здесь приехало очень много русскоговорящих На самом деле, на последней подготовке я слушала эту песню постоянно Мне кажется, она меня мотивировала И надеюсь, что... Хотел создать немножко небольшой праздник для русскоговорящей аудитории Потому что я думаю, что несмотря на всю сложившую ситуацию вообще в мире Русские люди немножко соскучились по здоровому... Как сказать? Патриотизму или... Да, патриотизму Виктория, я вот вчера где-то в 5 часов вечера написал вашему тренеру, что флаг России могут привезти в отель Не знаю, говорил он вам или нет А вы бы вышли, если бы UFC разрешили? И если бы флаг привезли? Да, конечно, конечно, вышли бы У нас вообще многонациональная команда У меня тренер... Ой... Ну, тренер дагестанец, понятно Менеджер поляк Физиотерапевт из Испании Все выходили под я русский И все кайфовали с этой музыкой Так, друзья, сейчас быстрая пауза уже в эти выходные Турнир UFC 294 Махачев, Волкановский Усман, Чимаев Дебют Шары Булюта Короче, турнир очень большой А самые большие кэфы на него у нашего партнера Бэтсити Ну а по промокоду SAFE3 каждый новый клиент заберет беспроигрышную ставку до 3000 рублей Предложение актуально, поэтому регистрируйся по промокоду SAFE3 и забирай бонус Ссылочка в закрепленном комментарии Виктория, вот после таких сложных выходов на бой, после травмы колена, челюсти и сейчас стафилотока Не было бы у тебя каких-то мыслей о том, что может что-то не так вот делаешь, не знаю Что такие проблемы каждый раз Я думаю, что я перегружаюсь Надо это сказать тренер, но меня никто не слушает Честно сказать, это, ну, правда Мы перегрузились, мы приехали в Таиланд И где-то через две недели все было прекрасно сначала Я была в отличной форме Но потом я говорила, что я устала, я не могу Это был наш первый выезд в Таиланд И мы не совсем понимали, как там дышать, как там двигаться Что там не получится столько работать, сколько мы обычно работаем И, соответственно, так и получилось Я настолько боялась, что что-то случится с кожей, что я что-то хапну Потому что я вообще все, что можно собрать, у меня обычно букет И так и получилось Я не хотела сначала, я не думала, что это настолько серьезно Я думала, что, возможно, у меня крепкий организм молодой Он сможет восстановиться сам Но мы пробовали все легальные способы, которые разрешены Пили антибактериальные препараты Разные, дорогущие Но ничего не помогало Нужны были антибиотики Сначала мы оттягивали антибиотики А потом, когда уже поняли, что они необходимы Было уже поздно Оставалось там две недели до боя И если бы я начала пить антибиотики Я бы вообще не смогла выйти на бой Виктория, а правда, что до боя в ходе весогонки ты упала в обморок? Да, я потеряла сознание в лифте Мы как гоняем вес? Мы сначала немножко бегаем в медленном темпе Потом делаем сауну, если вес не уходит полноценно В последнее время мы оставили столько же, сколько и в прошлый раз Три с половиной килограмма Обычно у меня нет проблем с весогонкой Я хорошо потею, хорошо гоняю Но в этот раз вроде бы я бегала прекрасно Я надела меньше одежды на себя даже Все было хорошо Меня накрыли, я полежала И когда мы начали подниматься в мой номер Меня когда повели, я встала Дошла до лифта и в лифте потеряла сознание Пришла в себя, когда мы уже доехали до нашего восьмого этажа Меня оттуда вытащили Сняли с меня все до топика Только тогда я вздохнула Я не чувствовала ни нашатырь, ничего Я не могла никак прийти в себя И даже после этого, когда меня привели в Весту, нужно было делать Мы сделали еще две сауны и одну ванну А вот сейчас, когда мама все это услышит Ты сказала, ну, на большие всякие источники Ну и нам тоже Как ты думаешь, какая ее будет реакция? Когда она слышит, что дождь падает в обморок Так ей плохо? Моя мама знает об этом все Мачеха Ну и на самом деле, конечно, она очень сильно переживает Она мне постоянно пишет Она молится за меня вместе с папой Так что, ну, это моя работа После того, как в обморок упало, не было такого желания сняться? Потому что, ну, может быть, подумала, что какие-то проблемы со здоровьем Которые могут сказаться на поединке Или вообще такой мысли не было? Честно сказать, сниматься мысли не было Но я, как и сказала ранее, у меня просто была истерика Вот после всего этого, когда не сделала вес Я на самом деле даже не была расстроена Потому что я понимала, что, ну, это нереально было в этой сложившей ситуации Тем более, ну, меньше 200 грамм, это не так много Конечно, я ненавижу, когда так происходит У меня такого никогда не было Обычно я даже до Талова, если все равно там чуть-чуть остается Я все равно, давай сделаем еще одну ванну Давай то, давай то, давай добьем вес Но в этот раз я сама сказала, что я просто не смогу И потом под вечер уже, когда нужно было ложиться спать Мне кажется, я плакала, у меня была истерика час целый Я настолько, мне кажется, морально устала Именно я плакала от того, что я устала Не потому, что я не хочу драться А вот просто потому, что я устала терпеть эту боль Терпеть этот месяц Столько, ну, столько было пройдено Столько было пережито за этот месяц Столько боли, столько отчаяния уже Что это когда, пожалуйста, последний рабочий день Давайте просто его проживем Виктория, вот есть Мария Шарапова Есть Юлия Ефимова Есть там Лосицкены Есть ли спортсменка из России, которая вам нравится Ну как образ И там хотели бы вы примерно вот сопоставимую популярность Например, получить Виктория Дудакова мне очень нравится Нам тоже Когда менеджер Менеджер мне первый написал Это же менеджер Ильи Табури, Лукас И я на самом деле Сначала ему не отвечала Потому что я хотела, наверное, русскоговорящего больше менеджера И я немножко, можно сказать, динамила Вот И мне написал сам Илья Табури Что ответь моему менеджеру, пожалуйста, сюда-сюда И вот недавно Лукас признался нам, почему он выбрал нас Потому что у меня фамилия Дудакова И он сам начал говорить Ефимова, Шарапова, Дудакова Ты будешь звездой Виктория, а вот когда у тебя была эта истерика Как Гасаналеев с тобой разговаривал Как он тебя привел в чувство Или ты сама просто как-то смогла успокоиться Да, Гасаналеев был в комнате Мне кажется, ему было еще даже хуже, чем мне Как видеть мои слезы Особенно дагестанец Он вообще не привык к такому Но он тоже сказал, что Мы через столько прошли Он говорит, ты хочешь сняться? Я говорю, нет И продолжаю плакать И он просто посидел, подождал Когда у меня начнет заканчиваться И подбодрил меня, что правда Я через столько прошла, столько боли У нас остался один день Давай закончим и потом будем отдыхать А вот это вот окончание истерики тоже Прости, что происходит Я спрашивала, какая это была мысль Типа, ладно, все Когда истерика была? Закончилась Когда закончилась Да, у меня была истерика Так, ладно, все, поплакали Давайте работать Давайте закончим этот день уже наконец-то На самом деле Я когда выходила в октагон Сначала я до этого До этого всего После весогонки Переживала, как все пройдет Но Сегодняшний день Я настолько была спокойна Наоборот, что мне кажется У меня вообще не было никаких эмоций У меня вот реально Как будто просто работа была Нужно выйти и закончить Нужно выйти и доделать дело Которое мы начали Еще фиг знает когда А как будет выглядеть Вот в ближайшие недели Что ты будешь отлеживаться Отъедаться Мне не сделали операцию пока Сказали, сделаешь ее дома У меня было столько крови после боя Докторы сказали, что Вы как это вообще допустили Вас не допустили бы до боя Они ругались на менеджера На тренера Но я хотела бой Вот И они сказали, что Можно начать антибиотики уже сейчас А операцию сделать дома И я не знаю, сколько это будет проходить Обычно мне уже резали палец в Таиланде У меня всего было 11 фурункулов Вот один нужно было резать Остальные просто сами собой А это уже абсцесс Он никак не пройдет сам И да, мы приедем Все это вырежем Почистим И ну не знаю Нужно будет, наверное, недельки-две Отдохнуть от всего Перезагрузиться Чтобы Может быть это Не такая бы серьезная была инфекция Если бы мы не грузились бы Если бы мы просто Получили эту инфекцию Отдохнули бы Может организм и правда Сам бы там смог как-то восстановиться Но из-за того, что мы постоянно должны были У меня было две тренировки в день Постоянная нагрузка Особенно в Таиланде Организм просто не вывез Это твоя последняя поездка в Таиланд? Да, я надеюсь Я больше туда не хочу Я не знаю Я не по такому вайбу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!